здравствуйте уважаемые девятиклассники мы сегодня решаем демонстрационные варианты из открытого задания о г 9 класса эти задания они выложены в открытом банке заданий на сайте фипе вы можете их сами распечатать найти прорешать и конечно же расставить и справиться с этими знаками препинания когда вы решаете это задание методика какая методика очень очень простая вы сперва читаете предложение читайте предложение вслух или полушепотом или если вы находитесь на экзамене можно подключить внутренний голос все остановки все паузы вы действительно размечиваете на себя в кимах и тогда вы будете дальше вам и интонация предложения то есть повышение понижение голоса вынужденные остановки паузы вам объяснят роль знаков препинания обратите внимание например на примере 12 предложения вот допустим как это будет звучать читаю государственная третяковской галерея московский художественный музей основанный 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 в 1856 году купцом павлом третяковым происходившим из небогатого купеческого рода коллекционер хотел создать национальный музей в котором были бы представлены работы русских художников сегодня экспозиция галереи насчитывает более 180 тысяч предметов и включает себя картины скульптуры и изделия из драгоценных металлов созданные с 11 по 20 век так и так мы с вами у себя указали наши вынужденные остановки дело в том что иногда многие могут мне в общем-то действительно многих наверно возник вопрос а что делать когда некоторые учащиеся да они делают после каждого слова остановку но тогда мы делаем вот что мы конечно же проверяем на подключаем проверку аналитическую все вы знаете это проверка как вы помните проверяем при помощи с базовых знаний при помощи правил и здесь мы видим собственно разбираем это предложение значит государственно третяковская галерея здесь мы находим грамматическую основу основу у нас получается галереи это что это музей собственно да и далее грамматическая скелета основа вот она здесь я делала вынужденную паузу обратите внимание автор говорит это худо можно подставить это так ведь это музей следовательно здесь ставим тире так далее музей какой музей какой да музей какой смотрим вот у нас пошло определение основанные в 1856 году купцом павлом третьяковым так дальше смотрим здесь определение она стоит справа или слева от определяемого слова музей вот у нас определяемое слово смотрим определение стоит справа значит после определяемого слова следовательно тогда нужны и запятые нужны запятые далее это еще не все мы находим следующее определение обратите внимание послушайте павлом третьяковым каким каким и находим определение выраженное причастным оборотом происходившим из небогатого купеческого рода определение она стоит как раз после определяемого слова опять же справа тогда мы ставим запятую обратите внимание здесь у нас получается предложение ряд ряд причастных оборотов и собственно мы их выделили после определяемого слова то есть они все стоят справа предложение коллекционер хотел создать национальный музей музей да здесь я тоже сделала паузу и смотрим придаточное находим ставим вопрос сложно подчиненным предложением музей музей хотел создать национальный музей какой так ведь в котором были бы представлены работы русских художников ну как на математике все мы делаем последовательно все последовательно следовательно у нас главное предложение да и придаточная часть зависимая зависимая придаточная часть это придаточное определительное его надо выделять дальше предложение сегодня экспозиция галереи насчитывает более 180 тысяч предметов и включает себя разберемся вот здесь семеркой почему я здесь не делаю паузу все очень просто вы наверное тоже нашли грамматическую основу да и подчеркнули однородные члены предложения смотрим насчитывает включает смотр союзе соединяет однородные сказуемые так хорошо дальше идем идет перечисление перечислительный ряд перечислительный ряд однородные члены предложения значит здесь нужно запятая причисляем включает себя картины скульптуры и изделий из драгоценных металлов вот мы перечислили а дальше опять определение на определение какое картина скульптуры изделия какие не находим опять же определение выраженная причастным оборотом до конца . смотрим определение у нас стоит справа после определяемых слов следовательно здесь запятая нужно ставим запятую ставим запятую значит еще раз проверим проверим это предложение здесь мы видим да ну для удобства укажем что это существительное в именительном падеже подлежащее и сказуемая тоже что это такое существительное в именительном падеже это что такое там московский можно подставить мысленно это московский музей далее значит основанный в 1 тысячу так идет причастный оборот и можно также найти причастие выделив их соффиксы да мы выделим страдательное мы выделим в сша суффикс и конечно в последнем суффикс страдательное причастие и так таким образом у нас несколько предложений осложненных они осложнены определениями обратите внимание первое втором предложение это сложно подчиненное предложение до сложно подчиненное предложение ну а в третьем это предложение с однородными членами предложения плюс обособленное определение выраженным причастным оборотом значит у нас формулировка задание следующая обратите внимание там надо указать внимательно читать что надо указать цифры цифры где должны стоять запятые тогда у нас правильный ответ будет комбинация цифр мы пишем ее без запятых без запятых без пробела следовательно у нас будет цифры это 2 дальше 3 далее смотрим 4 затем у нас появляется цифра 8 и 9 и так ответ вот эта комбинация цифр 23 48 9 9 повторим еще раз повторим еще раз таким образом какой какие какой способ решения у пунктационного анализа итак первый шаг первый шаг это надо прочитать предложение хорошо бы полушепотом или вслух и указать места для себя указать оставить пометки там где вы делаете вынужденную паузу вынужденную паузу ваша интонация понижение повышение голоса вам всегда подсказывает да иногда это конечно же интонация то есть ваша интуиция затем вы проверяете у вас идет аналитический способ все делаете последовательно как на уроках математики вы проверяете и проверяете при помощи правил базовых основных и смотрите главное что это какие приложения перед нами да это у нас было как вы помните у нас появляется здесь приложение и определение поэтому надо знать знаки препинания при определении определение где справа или слева после определяемого слова если смотрим после определяемого слова стоит справа то мы ставим запятые запятые что будет если мы отнесем обратите внимание давайте перестроим основанный в 1856 году купцом павлом третяковым музей музей даже здесь я не делаю паузы понятно что тогда у нас запятые пропадают запятые удаляем а еще можно проверить определение и вообще все осложненные да и вставные конструкции и водные слова еще одним таким простым способом можно их удалить из предложения выбросить выбросить посмотрите что получается предложение она тогда у вас сохраняет содержание меняется суть или нет ну например давайте посмотрим государственная третяковская галерея это московский художественный музей идет добавочная информация пояснения поэтому конечно же главное содержание остается поэтому можно и так проверить в том числе и водными словами и вставными конструкциями и там приводных и вставных конструкций и их свои знаки препинания и так второй еще раз шаг это аналитический мы проверяем предложение при помощи правил при помощи правил при помощи базовых основ по пунктуации это курс 7 8 и 9 класс я думаю немножечко стало вам понятно ясно и мы перейдем следует к разбору следующих заданий